В какой-то момент вы перестаете понимать, потому что вам показалось, что все грустно. Это такая вечная проблема студентов. Хожу на лекции, слушаю. Сначала не слушаю, потому что все было легко, 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 легко. Потом не слушаю, потому что уже все трудно, трудно, уже ничего не понятно. Вот этот вот переход, он происходит очень быстро. Потому что в математике как только что-то не подает, так с этого момента, уже все бесполезно. Между прочим, вот эта вот страшная вещь, когда мальчик сказал, что он не знает, что такое убийство. И что это реально означает? Это означает, что он действительно не понимает математике, а не чему. Понятно, да? Вот ему забыли это слово сказать, он сам не догадался его узнать. Соответственно, вся математика, мания, а значит, вся физика, а значит, вся химия идет для него в полный ноль. Вы скажете, что я преувеличиваю? В коем случае, ребята. Если посмотреть, сколько на свете функциональных и грамотных людей, потому что людей, которые не понимают, о чем мы говорим, то это вообще абсолютно большинство. В нашей стране эти исследования, насколько я понимаю, долго не проводились, но в Америке и в некоторых других странах это делали, и там получали совершенно фантастические результаты. То есть, когда человеку давали текст и просили после этого ответить на вопросы про действие. Пояснялось, что абсолютно, что называется, приличные взрослые люди на самом деле не понимают ничего. Кстати, это еще ничего плохого не означает. Можно, что называется, быть приличным человеком и при этом быть врагом. Это, понимаете, человек становится неприличным, когда это разрушает головное преступление, да? До этого, что называется, ну да, там не понимаешь, как мир устроен вокруг, ну жить-то можно, там плохо соображаешь, делаешь какие-то глубейшие, то есть, ну, чем все это все равно, да? Можно мало что знать и при этом не быть преступником. Это безусловно. Но, понимаете, с другой стороны, хочется-то быть умным. Все тут. Особенно, пока вы молоды. А главное, легко быть умным. Маленькая проблема. Для этого нельзя позволять себе врать. Нельзя врать самим себе. Как только вы что-то не поняли, надо не идти дальше быстро-быстро-быстро. Вот у меня сейчас сын учится в школе в 8 классе. Он у нас все очень страшную вещь. Фактически все его одноклассники перестали понимать все школьные люди. То есть, они на них ходят, они тратят время, они делают упражнения. И они хорошие люди, кстати. Вполне себе симпатичные, милые люди. Но они при этом вообще не понимают, о чем это. И на вопрос его там, а вот теоретические задачи, а вот можно там провести вот эту линию, станет все очевидно? Класс дружно отвечает. Да нам это не надо. Да зачем? Господи, какое очевидно? Не может быть очевидно. Все равно мы ничего не понимаем. Вот нам сказали так делать, мы так и будем делать. Ребята, это же страшно. Это 8 класс. Это они будут сидеть 9, 10, 11, 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс, 5 курс. Это же 8 проклятых лет. Понимаете? Без шуток. Это страшно. 8 в 0 потерянных лет. А почему? А потому что сейчас они не находят в себе сил взять и на заданное в себе вопрос ответить. Так замечательная такая вещь. На уроке химии что такое моль? Моль. Моль. Да. Это не ничего. Ни с чем это очень. Это не ничего. Моль это такой замечательный химический термин. Ребята, вы согласны, что если вы занимаетесь химией, и в этой науке есть такое слово, то надо понять, что оно означает. Согласны? Замечательно. А дальше происходит простая вещь. Учительница, извините, несет абсолютную ерунду. Говорит текст, который логического смысла не имеет. Мой Коля поднимает руку страшно. Скажите, пожалуйста, а почему мой? И так далее. И получает потрясающий ответ учительница. Это не положено. Это сейчас не по программе. А вы поняли, что это означает? А эта учительница сама в свое время не поняла. Внимание! А она закончила институт. Она получила квалификацию учителя химии. Но при этом, когда она училась в восьмом классе, она это не поняла. Логика понятна? Понятна. Ребята, разумеется, мой Коля взял книжку и прочитал. Сейчас ведь не проблема, да? Знаете, что такое моль? Просто пишите в Википедии вопрос, вам абсолютно понятно. Объясняю. Ну или в школьном учебнике, кстати, тоже объяснено абсолютно нормально. Но, ребята, а и в одноклассники, да это не сделают. И все. После этого они будут учить химию сколько угодно лет. Но они не поняли слово, которое в начале учебника восьмого класса. После этого они будут делать все, что угодно. Но уже ничего, уже по-моему, чем нельзя. Человек уже пропустил понятия. Господа, и в математике, и в любой другой осмысленной деятельности надо быть честным. Если вы что-то не поняли, не надо думать, что а вот когда-нибудь там в следующей жизни я разберусь. Не будет у вас следующей жизни. Жизнь, она вот сейчас, она одна. Мы живем, и надо разбираться сейчас. Сейчас.